здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о структурализме сделаем небольшое введение и моя сегодняшняя презентация будет не очень длинной я постараюсь в таком вольном художественном варианте представить вводную часть тематики структурализма прежде всего мы должны сказать о некоторой проблематике которая существует по отношению к вещам и всем явлениям которые нас окружают дело в том что все явления нам даны всегда через язык то есть они всегда каким-то образом проинтерпретированы то есть не существует каких-то явлений или феноменов вне языка все мы называем всегда у нас есть какому-то явлению или какому-то феномену всегда есть какое-то название какой-то термин какое-то обозначение и поэтому весь наш мир так или иначе выражен в языке на этом обратил внимание еще ницше и после него этот аспект был развит у более поздних мыслителей но на примере это можно представить таким образом что допустим а вы заходите в какую-то комнату незнакомую да и видите стоит какая-то мебель стол стул ковер телевизор или что-нибудь еще когда вы смотрите на какой-то отдельный предмет то вы сразу понимаете что это например стол то есть вам не нужно сверять тот объект который вам является с вашим представлением об этом объекте вы сразу выносит сразу видите стол то есть на самом деле вы видите не какой-то объект абстрактный вы уже видите некий знак который сразу же воспринимается столом то есть мы видим феномен мы видим именно на знаковую область любого предмета который нам является а что такое знак вообще да то есть ну устала стол имеет какое-то символическое для нас представление и это символическое представление оно заложено уже внутри нас оно детерминировано нашим предшествующим опытом и поэтому мы глядя на какой-то объект сразу говорим о том что мы видим стол например то есть любой объект любое явление с которым мы имеем дело оно уже так или иначе до нас до того как мы встречаемся с этим объектом оно уже до нас каким-то образом проинтерпретировано и таким образом мы сталкиваемся с проблематикой того что мир нам уже дан до того как мы с ним имеем какой-то контакт какое-то взаимодействие это очень тесно связано с проблематикой лингвистики который занимался фердинанд де сасюр и он как раз выявил в языке две такие области принципиальные это структуру это все те грамматические основы с которыми мы имеем дело в языке все прекрасно знают что это такое это склонение спряжение это разного рода языковые развязки какие-то может быть конструкции в тексте текстовые какие-то конструкции языковые это может быть все что угодно то есть язык вбирает в себя огромное количество каких-то структур огромное количество каких-то элементов языка да огромное количество разного рода грамматических основ вот это все вместе образует некоторую устоявшуюся матрицу такую которая не меняется на протяжении огромного количества времени то есть вот мы русским языком пользуемся да он изменяется в какой-то степени привносятся какие-то неологизмы но по большому счету мы говорим на этом языке с определенными правилами на достаточно длительном промежутке времени историческом да и соответственно в этом контексте язык можно рассматривать как некоторую неподвижную структуру а подвижным является проявленная часть языка собственно говоря речь да то есть язык структура представляет собой неподвижную область она детерминирует все что происходит как бы на проявленном уровне на проявленном уровне происходит дискурс происходит наша речь то есть наша речь которая развивается синтагматически можно сказать то есть она начинается и она развертывается то есть язык всегда имеет вот такую развертку то есть когда мы что-то выражаем мы свою мысль мы ставим подлежащие сказуемое и там второстепенные члены предложения потом мы можем это как-то конфигурировать по-другому и речь у нас акценты могут меняться это все речь то есть язык можно группировать по-разному в разных вариациях но базовые его структурные элементы остаются всегда в таком неподвижном постоянном виде поэтому язык это то пространство да которое сразу на себя обратило внимание и у де Сассюра есть целая работа посвященная основанной лингвистике кто желает может с этим ознакомиться и философы воспользовались вот этой идеей она им очень понравилась и как я уже сказал у Ницше были интуиции которые он высказывал по поводу языка и явлений кстати окружающие явления окружающих нас в действительности а мы говорили что язык принципиально включает в себя вот эту вот смысловую структуру субъект предикат то есть уже по крайней мере исходя из этого язык можно рассматривать как некоторую матрицу некоторую сетку да которая накладывается на все те явления на те все те феномены с которыми мы имеем дело и если ударила молния то мы вынуждены составлять предложение таким образом где у нас будет субъект это молния которая ударила предикат то есть вот это вот качественная структура ну и так далее то есть язык так устроил то есть можно можно сказать например просто в безличном смысле в безличной форме молнид просто молнид и это тоже будет верно но язык нам предлагает еще понимать это явление как описательное средство выражено через субъект предикат и вот эта проблематика языка была экстраполирована на разные другие области окружающей нас действительности и на культуру и на социальные какие-то отношения да то есть везде вскрываются те глубинные структуры которые детерминируют весь ход дальнейших событий то есть человеку кажется что он мыслит как индивидуальная инстанция на самом деле он детерминирован уже какими-то структурными неподвижными механизмами и на примере это очень наглядно было бы изобразить пользуясь именем и наследием такого замечательного автора как Владимир Яковлевич Проб который издал свою книгу которая называлась «Морфология русской сказки» где он выявил принципиальные сюжетные ходы разного рода символические элементы которые выражены в персонажах этих сказок да и в их взаимоотношениях и он их выявил и наглядно эксплицировал то есть каждый из сказок которые он разбирал он отдельно выявил такие сюжетные ходы как например предписание или запрет нарушение второе да третье вредительство или недостача то есть это такой сюжетный мотив присутствует в каждой сказке практически которыми он работал то есть он нашел общее что-то общее во всех этих сказках отъезд героя пятая задача изобличается всегда потом происходит встреча с дарителем потом появляются волшебные дары сказки потом появляется некий герой потом этого героя сопровождают какие-то трудные испытания потом прибытие домой появляется ложный герой и потом счастливая развязка в общем так примерно выглядит то есть он выявил вот эти вот принципиальные глубинные структуры русских сказок которые воспроизводятся в разных произведениях вот подобных сюжетов то есть здесь можно говорить о том что существует некоторая детерминация на уровне бессознательного на уровне символического которая воспроизводит вот эти предзаданные инварианты да независимо от человеческого человеческого сознания независимо от того что желает человек выразить вот эти глубинные структуры действуют через человека и таким образом актуализируется уже вовне некоторый феномен вот такого культурного пространства и проблематика структурализма во многом была направлена на то чтобы отыскать какой-то универсальный культурный код который позволил бы найти некий ключ к тому что есть общего во многих культурах но это связано уже так или иначе с деятельностью Клода Левистроса но я думаю что позже мы поговорим о структурализме более детально на этом у меня сегодня все всего вам доброго и до свидания